Всем здравствуйте, меня зовут Елена, канал Счастливая Улитка. Сейчас пытаемся поймать воду, вода бежит под кафелем. Эта история с отоплением от соседей началась давно. Я снимала и выкладывала в истории инстаграма события несколько месяцев. Меня попросили показать, чем закончилась эта история, кто же из соседей все же нас топил. Потолок становился немного мокрым в ванной, потом он высыхал. Иногда через неделю, две-три недели повторялось пятно, которое высыхало. Все это продолжалось в достаточно долгий промежуток времени. Еще до того, как я стала снимать истории и выкладывать их. Стена мокла та, которую могли заливать две квартиры. Над нами живет женщина. В квартире рядом с ней стена общая и стояк там тоже общий, живет семья. Мы приглашали смотреть за топ на стене обе квартиры. Просили посмотреть у себя. Обе квартиры нам говорили, что у них там пыль и ничего мокрого нет. К слову, соседка сверху раньше нам часто устраивала потопы. Доходило до порчи книг. Мы выкинули как-то раз после ее потопа целый стеллаж. Портилась мебель, кровать, матрас. Не говоря уже об обоих и потолке. Далее я покажу вырезки, которые я снимала тогда, когда происходили эти события. Повторюсь еще раз. Я снимала очень долго. Я показываю не все вырезки. Все, по-новлюху. Опять. То, как бежала в разводе, не знаю, сколько видно. Тут уже отвалилась краска у нас полностью кусками. И вот заново залила опять. Уже потолок вообще на потолок не похож. И оставила я с оригинальным звуком. Соответственно, эмоции, которые были в те моменты. После съемки с затоплениями я покажу, чем все закончилось. И расскажу. Пятно увеличивается в размерах. Вчера соседка все же открыла нам дверь. Сказала, что сегодня будет решать вопрос. Но у нас сегодня, видите, насколько увеличилось пятно. Когда я начинала снимать где-то два месяца назад, в первые разы, оно было вот отсюда, вот досюда примерно. Ну, то есть. А теперь такое чувство, что заливает специально. На глазах появился вот этот кончик. Прямо вот ползет прямо на глазах. И вот. К трубе ближе. То есть для того, пока она нам не открывала дверь, так сильно в стороны у нас не уходило. Сегодня приходили с управляющей компанией. Мы написали туда заявление. Но соседка сверху дверь не открыла. Красивый потолок, правда? Только начало подсыхать. Мы обрадовались. И смотрите, что. Опять все по новой. Можете посмотреть предыдущую историю. Там хорошо видно, что все было меньше, все было суше, все было лучше. Ну, вот что за кошмар. Соседка сверху дверь не открывает. Как вы видите, пятно, вчера я показывала, заканчивалось вот здесь, на уровне вот этой полоски. Вот. Уже дальше пошел. Ну, и здесь цвет уже поменяла. Здесь увеличилось. Здесь больше. Привет. Как вам такое? Мы с трудом сейчас пытаемся поймать воду, но это выходит очень сложно. Смотрите, что. Вода бежит под кафелем. Вот это, видите, белое? Оно сухое сверху. Вот это все, оно сухое. Вода под кафелем бежит. Как бы у нас кафель не отвалился от такого. А, ну да, еще. Помните, несколько часов назад я показывала, она где-то вон там заканчивалась. До конца, до туда аж прибежал, до угла. Ну, и вот, соответственно, и вот. А, да, самое время мне нравится, которое я вам покажу. Угол. У нас сразу все начало. Вся краска отваливается. Гляньте. Ну, я, если честно говоря, очень сильно беспокоюсь о кафеле. Ну, я думаю, что на съемке видно. Тут белое, а здесь под кафелем, то есть это сухо. Здесь протирать ничего нельзя, невозможно протереть. Это все сухое. То есть вода бежит под кафелем. Сходили к соседям. Говорят, исправляют, перекрыли воду. Как вы уже слышали в видео, мы обратились в управляющую компанию. Управляющую компанию мы обратились еще до того основного потопа, который вы видели. Это уже произошло после того, как управляющая компания попала в квартиры к соседям сверху. У нас тут все отваливается. Ну, как высыхает, так и отваливается потихоньку. Все желтое. Даже на камеру менее желтое. Мы обрадовались, что начало высыхать все. Ничего подобного. Но опять все начало становиться, вот это пятно становится влажным. Потихоньку, постепенно, в течение примерно последнего часа. Видите, как красиво, когда нас в пятницу сильно топонули. Кажется, они просто перестали лить воду. Совсем. Сейчас вот начали, она опять потихоньку идет. Соседи выхаживали долго. Их не было дома, они не открывали дверь. Судя по словам управляющей компании, они просто не открывали дверь, потому что они явно слышали их за дверью. Все, что я говорю дальше, это со слов управляющей компании. Я у соседей сверху. Ни у одних, ни у других дома не была. И желания у меня такого нет. Когда управляющая компания наконец попала в их квартиры, оказалось, что у соседки над нами лопнувший унитаз и недействующий смывной бачок. Унитаз, судя по словам управляющей компании, лопнут полностью. И вполне вероятно, с него течет. Ну и плюс, так как она смывала с ведра, то вероятно, что с него тоже текло. Ну и плюс, там какие-то дощечки лежали. Они пытались мне объяснить, что там лежало, но я понять не смогла, что она там делала с этим унитазом. У второй квартиры все трубы заделаны. Опять же, по словам управляющей компании, это противозаконно. И хозяева квартиры не дают доступа к этим трубам, потому что для этого там что-то нужно убирать, ломать. В общем, доступа к трубам нет, осмотреть они их не могли. Тот потоп, который вы видели, когда вода текла под кафелем, это сосед из квартиры наискось гофру в стене на ощупь менял. Это мне уже рассказала тоже управляющая компания. И он выпустил ванну воды. То есть он поменял гофру, налил ванну, искупался и слил эту ванну воды нам на голову. К слову, мы словили всю целую ванну воды. К соседям снизу не пробежало, не протекло. По словам управляющей компании, нас затапливали обе квартиры. И пока они не исправили обеих квартир, у нас продолжала мокнуть потолок, мокнут стена. И абсолютно была мокрая плита. Управляющая компания сменила унитаз у соседки сверху. А сбоку у соседей они там что-то делали с гофрой, с трубами. Я так поняла, что делали они на ощупь. Ну, мне без разницы, что они там делали. Главное, что они все исправили. Но у нас, так как это, видимо, очень долго текло, опять же, по словам управляющей компании, у нас пропиталась плита. И между ней там где-то была вода, которая постепенно поступала. И у нас очень долго все высыхало и мокло. То есть оно вроде как высохнет, но все равно промокает опять. Очень долгое время у нас щелкал кафель. Я очень переживала, что он начнет отваливаться. Закрасить все за один раз не получилось. То, что вы сейчас видите на видео, это наши попытки, ну, сделать хоть что-то с потолком. Потому что то, что было, это было просто ужасно. В общем, закрасить все это за один раз, заделать, не получилось. Сейчас нас там не затапливают. Вроде бы все до конца высохло. Вроде бы потолок белый. Хотя, как мне кажется, его надо еще исправлять, там подправлять. В суд мы не пошли. Ущерб нам возмещать никто не предлагал. В общем, это наши нервы, которые мы не захотели дальше трепать. Потому что вся эта история, она продолжалась очень много месяцев. Подписчики, которые следили за этой историей в моих историях, очень просили рассказать, чем же все же все это закончилось. Слава богу, это закончилось. Теперь надо решить вопрос до конца с потолком. Это все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за внимание. С вами была счастливая улитка. До свидания.